Если взять культуру, допустим, 100 лет назад в России, телевизоров не было, и люди больше уделяли времени молитве, работе над собой, то есть они молились во время еды, перед едой, после еды, вечером, утром, ну то есть раскаивались, просили прощения. Это внутренняя деятельность. Есть еще внешняя деятельность, это попытка как-то снять напряжение с помощью телевизора, радио, интернет. И вот это вот снятие напряжения с помощью телевизора, радио, интернет, это сравнивается в ведах с купанием слона. Есть такая история, там есть разные истории в ведах, которые просто сравнительно показывают, чем мы занимаемся. Ну то есть слон, когда идет купаться, он искупался и выходит на берег, то на него налипает сразу куча всякой мошкары. И чтобы от нее избавиться, он валяется в песке, на мокрую валяется в песке, он искупался, вывалялся в песке, и что получилось? Ну то же самое, то есть он опять грязный. Ну то есть купание слона означает, что человек с помощью вот этих методов просто отвлечения сознания, то есть он посмотрел телевизор, какой-то фильм, поиграл в компьютерную игру, он что делает? Он отвлекается от внутренних проблем. Причина, почему он так делает, заключается в том, что это самый легкий путь, самый легкий путь обычно принимается естественным образом любым живым существом, не только человеком. Я, будучи студентом, изучая поведение людей, животных, смотрел на поведение, изучал все это, я пытался понять, как ведет себя. И когда я приезжал домой в гости к маме, там у нее была кошка. Когда кошка шла на кухню, это значит, что у нее была цель в жизни какая-то. Я пытался понять, как она будет реагировать на меня, то есть я брал ее за хвост. Как вы думаете, что первое делала кошка? Она останавливалась потом, понятно, потому что она не могла идти. Она, кстати, не останавливалась, а сначала буксовала. Она шла на одном месте сначала. Потому что самое простое, что можно сделать, это не обращать внимания на то, что происходит. Это первое, что она делала, просто не обращала внимания, продолжала идти, хотя на одном месте. Ну что, типа, ну сейчас отпустят, все нормально. Проблем никаких нет, скоро пройдет, все. Идем на одном месте, не обращая внимания. Дальше что она делала? А? Нет, она не ложилась, дапала. Дальше она мяукала, начинала орать просто. И продолжала пытаться идти вперед, дергалась уже. Так вот, она останавливалась сначала, мяу, мяу, говорила, не отпускаю хвост. Потом раз, резко дергалась, чтобы вырваться. Но ничего не получалось. И дальше что она делала? И дальше она со всей силы уже начинала как бы пытаться вырваться. И когда это не получалось, она только тогда поворачивала голову и смотрела, что происходит. Только после этого. Поворачивала голову, видела, что я держу хвост. Хотя она до этого знала это по ощущениям. Чего тут сложно понять. Когда она видела уже, что я держу хвост, тогда в этот момент она сымитировала укус. Просто так, мне на руку. И я отпустил. И она пошла кушать на кухню. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что это естественно для любого живого существа пытаться решать проблемы сначала по-простому. Не так, как надо решать на самом деле, а по-простому. Так, чтобы просто вот по-простому.